Как у греческой статуи, идеальная фигура и рельефные мышцы. Посмотреть на мускулистых ребят и атлетичных девушек собрался полный зал. Кто-то просто любовался красотой тела, а кто-то тихо завидовал и жалел о своем пивном животике. А позавидовать было чему. Планка возможностей мускулистого тела поднималась от участника к участнику. Открывали показательные выступления мужчины-юниоры, студенты до 23 лет. Далее спортсмены, так сказать, с багажом мышц и спортивного опыта, до 90 килограммов и выше. Подготовка, она по-хорошему, она идет круглый год, а непосредственно вот эта срочная диета от трех до двух месяцев. А тем временем за кулисами своя жизнь. Наложить грим целая история. Тщательно и равномерно его втирает в тело. Нет хорошего грима, нет должного эффекта на сцене. Кстати, смыть его так же непросто, как и нанести. Дня 2-3 придется походить за горелым. К произвольной программе готовится Константин Опушников. Категория свыше 90 килограммов. Сегодняшнее выступление только разогрев. Основной старт чемпионат России пройдет в Краснодаре 26 апреля. Что вас сегодня поддерживает? Жена моя, Юлия, поддерживает. Меня сейчас гримировало. Я этим живу. Это мое хобби и моя, как сказать, воплощение в жизнь. Мечта. Ради трех минут на сцене девушки в гримерной с утра. Пройтись кошечкой, подмеднуть жюри, повернуть направо, а не налево. Напоминает каждое себе. По правилам длина каблука 11 сантиметров. Главный атрибут выступления – купальник. Только приветствуется, если он яркий и блестящий. Бикини – очень дорогой спорт. И купальник мой стоит 17 тысяч. Помимо купальника еще есть затраты на грим, на прическу, на макияж. Хотите выступать в бикини – копите деньги. В этом году порадовала номинация категория юниоры. Очень много людей было. И, конечно, категория свыше 90 килограмм, ну, вы видели. То есть, это просто был аншлаг в зале. Проблемы, как всегда, конечно же, денежные в первую очередь. Бодибилдинг как спорт – это, конечно, достаточно другой вид спорта. Конечно, не хватает опыта. Опыта спортивного, опыта судейского. В итоге, после шестичасового позирования абсолютной чемпионкой Забайкальского края в категории фитнес-бикини стала иркутянка Анастасия Анникина. В бодифитнесе – четинка Олеся Синельникова. Ну, а лучшим в категории бодибилдинг стал Константин Опушников. Специальным призом с сертификатом на 10 тысяч рублей от радиостанции «Европа плюс Чита» была награждена Екатерина Шестакова. Екатерина Вершинина, Дмитрий Зимин, ЗАПТ-ТВ.